МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Здравствуйте! Это телеканал СТВ. Наш большой итоговый рассказ о том, как мы путешествовали по стране и следили за ходом кастингов поющих городов. Мы побывали в семи районах Брестской области и даже не будем пытаться пересказать вам все то, что мы увидели. Давайте лучше посмотрим. Первый сезон был классный, потому что это был новый проект. Для меня, в первую очередь, новый. Были хорошие отзывы, кто-то получил путевку в жизнь, кто-то сделал еще один шаг в своей карьере. Зрителю понравились, были хорошие отзывы о проекте. И на второй проект я согласился не раздумываться. «Алло, Виталий, это поющая города? Да!» Я сказал сразу, даже не дослушал. Для меня это было ново, было интересно. И мне было вдвойне приятно, что право выбора вообще регионов наших доставили, предложили список изначально мне. И, конечно, я остановила свой выбор на Брестской области. И когда мне сказали «Воднев», я говорю, ну, конечно, пусть будет интеллигентный, хороший, скромный, работящий парень. Что ж, друзья, вот мы буквально в нескольких мгновениях от начала того самого кастинга, о котором я вам так долго рассказывал. Жюри уже заняли свои места, конкурсанты волнуются в зале. Три, два, один. Ясная, светлая, чистая, нежная, белая-белая Русь. А если песня такая вот, достань сама, эх, там, я не знаю, потолок. Пою. Ну, давайте, просто вот представьте, что вот уже все, мы в зале, зрители. Эти ручки, ручки еще должны обязательно где-то там. Вот это я понимаю, согреваемся. Кастинга всегда очень весело, это очень интересно. Я с огромным удовольствием всегда отправляюсь на кастинг, потому что действительно на какой-то промежуток времени ты просто забываешь обо всем и находишься в каком-то другом мире, новом, знакомство с людьми, которое происходит очень быстро, энергично, но запоминающееся. Рядом, только рядом, но вдали от тебя. Сердце разрывает, и схожу я с ума. Как вода в крыш подали, а за чего мы повели. Осталось только станцевать. Вот, вот, вы видели? Вот, вот таких людей надо брать на пресс. Анишка, ну вот про твою прическу песня пошла, и ты появилась. Как дела? Расскажи, как здесь дела? Ну, здесь дела замечательные. Видишь, вот все взрывается, все звучит. Я тоже не удержалась и захотела побыть в эпицентре голосовой активности жителей города Микошевича. Город Микошевич – отдаленный рубеж нашей необъятной родины. Независимо от того, что город небольшой, все равно пришли люди на кастинг, они пели, было здорово. Действительно, поющих людей было очень много, но артистов мало. Каждый из наших членов жюри ищет себе что-то особенное. Только вот понять, что особенное они ищут, мне непонятно. План Жанет мне был непонятен. Она реагировала довольно спокойно, не особо отдавала предпочтения вслух кому-то из участников, из участниц. В общем, хранила интригу до конца. В каждом было что-то свое, особенное. Каждый по-своему был на самом деле талантлив. Всем ребятам, даже кто не прошел в проект, я хочу пожелать оставаться такими же целеустремленными. Двигаться вперед, у них обязательно все получится. Не сегодня, а завтра. Не в этом проекте, значит, в другом. Но вот у этих ребят Зимикошевичей все будет хорошо. Пинск – прекрасный город, очень красивый, очень такой нарядненький. Пинск настраивает на романтический лад, мне кажется. Если бы я жил в Пинске, мне бы с детства реально хотелось петь. Молодые исполнители, они очень интересные. Они на сегодняшний день очень как-то по-другому маслят, по-современному. Мне интересно работать с молодыми. Главное их правильно направить, главное правильно подготовить. Юнеш – артистка, которая не нуждается в представлении на белорусской эстраде. Работала она очень профессионально. Сразу было видно, что она понимает, чего хочет. Но если ее что-то не устраивало в голосе, она говорит, поправь именно вот это. А скажите, пожалуйста, 776 номер Натальи ушла уже? А можете, Наталья, к нам подойти? Девочки, давайте драйв. Ну, уже двигаемся, улыбаемся. Поехали. Да-да-да-да, импровизируем. Генеш – она очень добрая такая девушка. И, по-моему, она со всеми обошлась достаточно ровно и спокойно. Вашу песню можно? Не знаю. Можно? Можно. Задрожали ресницы от Южного Петра. Не можно. Чем она руководствовалась в своем выборе, я не знаю. И я даже не понимаю, она остановила выбор свой на девочке все-таки или на мальчике. Для меня очень важны человеческие качества. Для меня очень важно, чтобы молодой исполнитель, которого я выберу, чтобы он понимал, чтобы он меня слушал. И все-таки, наверное, качество должно быть. Нужно слушать педагога, когда все получится. Это Серега, это Виталик. Поющие города. Вы видали, мы к вам приехали и, может быть, ничего и не дали, но с собой позабирали целую кучу талантов. Маленьких и больших музыкантов, и певцов, и артистов, и народных, и заслуженных, и даже расширенных, и суженных. Серега, Виталик. Ну что ж, с чувством выполненного долга из Пинска можно отправляться в следующий город. Аннушка, не устала? Нет? И куда же мы едем дальше? Едем в Ивацевич. И что нас там ждет? Нас там ждет работа, а работать некому. Там ждут нас поющие города, поющие голоса, а слушать некому. Ну и в-третьих, там есть специальная штука для определения формы земли. Виталий, как же она работает? Очень просто, я думаю, но, если честно, не знаю. Пошли, посмотрим. Поехали. Одно из ярчайших впечатлений из всех городов – это был город Ивацевич. И сам город неплохой, хороший, замечательный город, но именно яркости, красок, вот этого вот самого сока добавил, конечно же, Александр Солодуха. Своим неунывающим жизнелюбием, оптимизмом, своей харизмой, внешним видом там, где появляется Александр Солодуха, всегда начинается праздник. Все не беда, слезы, вода, ты лезь и улетай, да люли далеко я иду за тобой, а в солнце высоко... Неплохо. Немножко надо более раскрепощенней, более свободней, и, конечно, нужно работать над интонацией. Вот так, вот так, друзья, поют в Ивацевичах, не только так, бывает даже еще и лучше. Каждый конкурсант выходит и покоряет нас своими вокальными данными. Особенно человек по фамилии Солодуха, и это не Александр Солодуха, а Артем Солодуха. Сейчас мы его поймаем и возьмем у него интервью. Здравствуйте, меня зовут Артем Солодуха. Я исполню песню из репертуара Дмитрия Колдуна «Корабли». Я думаю, что вообще огромные шансы, тем более с такой фамилией. Спасибо. Да, не каждый день встречаешься с вами в пути. Как вы думаете, может быть, это проклятие, вот эта фамилия Солодуха? Нет, я думаю, что нет. Да, а что, ну пользу вам какой-то приносит? Нет, пользу она не приносит. Ну, это... Дивиденды, может быть, какие-то... Я горжусь просто вот этим певцом. Или своей фамилией. Тут надо понимать. Или продолжать гордиться фамилией Солодуха, или уже начинать гордиться своей фамилией и продвигать. Я горжусь и своей фамилией, и горжусь его творчеством. Да. В городе Ватцевище мы нашли группу, которая скоро составит конкуренцию знаменитой группе «Фрукты». Мы даже придумали и название, группа «Сухофрукты». Это маленькие ребята, у которых такой идейный, вдохновленный руководитель, интересный состав, бас-гитара с комбиком, довольно современный такой девайс. И тут же была лайочка, баянчик. Мы тут же взяли этих детей в оборот. Три, четыре. Да-да-да, боющие города. Ох, Васька, Васёк, моё сердце ты засёк. У нас так не делают, за другой не бегают. Вообще, вы знаете, в какой бы дом культуры нашей Брестской области мы не въехали, везде что-то происходит. Съёмки у нас днём до вечера, и всё время там что-то играют, какие-то коллективы, дети, подростки. Зал вибрирует бесконечно, и это в каждом дворце. Ах, ах, дачки, в саду яблочки, в откормане овихи, натое женихи. Ну, о каких возрастных цензах можно говорить, когда на сцене такое веселье? Спасибо вам за праздник, спасибо большое. Спасибо огромное. Поддержку поющих городов я переделаю песню «Шар Куплет», припев буквально. И вот сейчас я её исполню. СТВ зовёт проект, ура, поют города. Двенадцатый трек, да? Можно, поехали. Не заставляйте женщин долго ждать. Они стареют, сжавшись в подоконник. Несмотря на то, что, да, это районный город Брестской области, город Ивацевичи, мне очень нравится, что много талантливых ребят. Я люблю очень сцены, люблю очень жизнь, люблю людей, для которых память. И я всегда это стараюсь отдать тем людям, с которыми занимаюсь, и на это привести. Уважаемые жители белорусского города Ивацевичи, призываю вас поддержать команду вашего города в конкурсе на телеканале СТВ «Пающие города». И, конечно же, я верю, что мы победим, обязательно победим, ну, при помощи вашей поддержки. Боже, какой воздух! Америкой пахнет! Какой Америкой, Аннушка! Ты что, мы же дома, в Барановичах! Правда? А это тот самый памятник, воробушку, благодаря которому жители Бостола 150 лет назад не умерли голодной смерти? Ну, там тоже были воробушки, однако этот памятник появился здесь в 2003-м. 10 лет назад уже успел полюбиться жителям города Барановичи и стал его символом. Кстати, говорят, он исполняет желания. «Хочу Бентли! Хочу Бентли! Хочу Бентли! Хочу Бентли! Хочу Бентли! Хочу Бентли! Хочу Бентли! Невероятный город! Мне казалось, столько артистов пришло на кастинг. Мы уехали, он был до ночи. Это было потрачено на этот город очень много времени, действительно, потому что приходили артисты, и вокально они были очень сильно подготовлены. Обычно там говорили, кто-то споет куплет, спасибо, до свидания. Но туда приходили такие исполнители, что их хотелось дослушать до конца. «Забирай это небо, забирай рай! Забирай это солнце, я умею быть синюю!» «Одна сейчас и с тобой одна!» «Е-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я!» «Одна сейчас и с тобой одна!» всю специфику мы с ним поговорили в тональности себе моль минор было очень здорово мне понравилось как он журил я за то чтобы жюри его было такое недоброе они должны проверить участника сразу здесь сегодня и на сцене вот прямо вот так многие же приходят с амбициями понимаете и тоже надо обломать эти амбиции безусловно есть люди которые отрепетировали номер и вот эта песня у них звучит обалденно просишь человека спеть там например что нибудь что ты милая смотришь искоса и и человек все реально начинает на подмосковных вечерах теряться не может повторить люди думают что на шару пойду на шару это если идешь на шару грубо говоря в холостую так авось авось так вот я хочу сказать что когда есть кастинг когда есть профессиональные жюри то на авось не проскочишь небо попросить оставите звезды по местам небо попросить вы снизили лиц на пополам вот дай мне вот этого отрыва продолжай продолжай я уверен что первый сезон принес свои плоды во втором сезоне мы еще больше набираем обороты голосов больше талантов больше проект растет и мы будем искать талантов будем их будем их делать будем делать настоящих артистов будем покорять не только белорусскую сцену но и целиться на соседние государства береза нас удивила просто какой-то невероятной кукольностью что как кукольные домики как все такое как барби и кен как будто они там живут в этом городе береза там все настолько красиво настолько уютно городишко-то малюсенькие количество жителей совсем небольшое однако количество народу которое пришло на кастинг можно сравнить с областным центром с витебском с гомелем смелее надо давать ноты немножечко так не смело звучат чисто интонируешь хорошо я никогда не видел валерия в плохом настроении он всегда в приподнятом он всегда улыбается у него хитрый взгляд он все время ищет ищет что-то интересное подождите вы сказали что вы не поете да я не пою но попытаюсь но поющие города вы решили брать образ решила брать образом и развеселиться у нее ничего не осталось у нее в кошельке три рубля но моя бабушка курит трубку трубку курит бабушка моя а больше всего что из этого проекта мне запомнилось это бабушка рок у этой бабушки было непреодолимое желание работать и она готова и она сказала что она готова на всем я бы взяла эту бабушку в оборот на самом деле слушайте вас такой мужчина сейчас поддержит у нас есть камера давайте телефон беловежская пуща беловежская пуща таких интервалов еще никто не слышал я не ожидал просто увидеть столько ярких личностей и причем из конкурсантов это была большая половина тут кого-то выбрать отдельно за какие-то определенные заслуги это даже это надо будет советоваться это надо будет принимать не единичное коллегальное решение поэтому я даже затрудняюсь только в рамках проекта поющие города начинающие артисты могут сплотиться в едином порыве и спеть неизвестную Валерию Скорожонку песню хотя я видел как вы подпевали слова ну что давайте Сарма шикарная. Некислая. И даже участники были веселенькие. Были, были, были. Куда мы доехали дальше? Город Кобрин. Светлый, радужный, воздушный, легкий город. В Кобрине мы проводили кастинг в музыкальной школе. Везде музыкальные инструменты. Какой кабинет не открою, здесь поют, здесь играют, здесь танцуют. И вот эта творческая атмосфера, она, мне кажется, подзадоривала и самих участников. Открываем сердце для того, кому не важно. Я всю ночь не спала мне. Мне так хотелось закричать. Слушай, ну ты прям звоночек такой, вот такой яркий тембр у тебя. Правда, тонализ, наверное, чуть высоковат тебе это все-таки, правда? Нет, как бы я... Хотя драматургия, конечно, это добавляет, когда твой голосок немножечко прыгает по нотке там наверху. У Тео был план, он искал себе исполнителя, видимо, под свои песни. Я думаю, что он будет искать, ну, не свое подобие, конечно, но человека, который будет с ним близок по духу. Дорогие кобринчане и жители Кобринщины, я Тео. И я надеюсь, что наша команда, ребята, которые попали в нашу команду, достойно представят этот регион в конкурсе «Поющие города-2». Держите за нашу команду кулаки, мы вас не подкачаем и не докажем, что Кобринщина – одна из самых поющих, одна из самых талантливых земель Беларуси. Город Брест – любимый, родной, знаменитый на весь мир город Брест. Поразило то, что в городе Бресте от нас люди не убегали. Когда я пошел туда, в народ с гитарой, я думаю, ну все, сейчас мы начнем наши провокационные съемки, я буду подходить к людям, просить их петь с нами. Они будут разворачиваться, мы ничего не снимем и в итоге уйдем несолоно хлебавши. Не тут-то было. Группа единомышленников из Бреста, друзья. Я же говорил, что таланты растут прямо на улице Советской. Я сошла с ума, я сошла с ума, мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она. Брест – поющий город. Очень, очень, очень. Не ради красного словца, ребята, реально много талантливых ребят. И хочется, чтобы они, вот для них это стало какой-то ступенькой в долгую-долгую-долгую творческую жизнь. Бесцельный бег времени лежит на плечах. Нам важно, чтобы вот по энергетике нам люди очень подходили по энергетике. Ищем своих людей. Да, даже мы не хотим клонов своих делать. Иногда по энергетике нам подходят люди, которые совершенно на нас не похожи. Брещане. Голосуйте и поддерживайте своих. Они у нас уже любимые, и мы очень болеем за них. Поболейте, пожалуйста, и вы. Потому что чем больше человек будет болеть за этих людей, тем больше тепла уйдет к ним. И они будут это чувствовать только с вашей энергетикой. Заряжайте, заряжайте. Да. Спасибо заранее. Спасибо. Я считаю, что такие проекты должны существовать для того, чтобы многие люди могли попробовать себя проявить. Проект нужный, проект важный, проект востребован. После того, как первый блин оказался, к счастью, не комом, мы печем второй слоеный пирог под названием «Поющие города 2». Мы не ставим перед собой задачу найти самого лучшего вокалиста в Беларуси. Нет. Перед нами стоит задача сделать несколько ярких, амбициозных, хороших проектов. Сейчас все-таки люди возвращаются к настоящему пению. То есть человек должен играть на музыкальных инструментах, он должен обладать вокальными данными настоящими. Уважаемые телезрители канала СТВ, я бы хотел вас попросить не судить строго наших конкурсантов. Может быть, некоторые вам не очень импонируют. Знаете, подождите немножко, дайте им возможность раскрыться, выдохнуть, почувствовать рядом наставника, опереться на плечо звезды, получить какие-то ценные советы. Поэтому, уважаемые телезрители, смотрите, болейте, голосуйте и не судите строго. Дайте возможность нашим звездам расправить свои крылья и стать настоящими звездами. Вот так проходили кастинги в шоу «Поющие города» в Брестской области. Мы намотали не одно сотни километров по Беларуси, чтобы показать вам, в Беларуси есть талантливые люди, поющие не только для славы, но и для души. Кто из них примет участие в шоу, узнаем совсем скоро.